Святой мученик Палеевкт 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 Христовых, ибо сам Господь обитает в душе мученика. Палеевкт с этой минуты только и желал принять мученическую смерть. Он сказал Неарху, «Моя душа теперь чает только всего Небесного, перед очами моей души только Христос, и его сияние освещает мое лицо. Так давай же условимся вместе принять мученичество. Пойдем и прочитаем императорский указ». Подойдя к табличке с указом, мужественный Палеевкт сорвал ее на глазах изумленной толпы, а затем, войдя в ряды процессии язычников, вырвал идолов из рук жрецов и разбил их на куски. Его тут же схватили и привели на суд. Палеевкт был осужден за святотатство и подвергнут мучениям. Однако ничто не могло заставить его перестать исповедовать Христа. Палачи устали бить его, тщетно пытаясь разубедить. Тогда Палеевк-то стал увещевать его тесть Феликс, правитель той области, и попытался сломить его мужество, напомнив о супруге и детях. «Какая супруга? Какие дети?» – отвечал Палеевкт. «Моя мысль уже не здесь. Отныне она обращена только к небесным нетленным благам. Что же до твоей дочери, то если и она захочет идти за мной, будет блаженна. Если же нет, то погибнет с теми, кого вы называете богами». Тогда вышла его жена, павлина, и в слезах стала говорить, «Какое безумие постигло тебя! Кто соблазнил тебя настолько, что ты сокрушил 12 наших богов?» Палеевкт отвечал, «Если я один победил 12 твоих богов, значит, ты не сможешь больше найти бога здесь на земле. Павлина, тебе остается только пойти со мной и поклониться истинному богу. Поспеши же сменить эту приходящую жизнь на жизнь вечную, небесную». Видя, что подвижник Христов победил даже чувства к родным и этим обратил многих язычников, судьи вынесли смертный приговор. Палеевкт радостно, с сияющим лицом шел на место казни, словно его ждало освобождение, и словом ободрял всех сопровождающих его христиан. Увидев неарха, он приветствовал его и напомнил об обещании, которые они дали друг другу. Затем, смело склонив голову под меч, принял мученическую смерть и крещение собственной кровью. Самые благочестивые из христиан взяли тело святого Палеевкта и, похоронили в Мелетине. Аняарх отер его кровь полотенцем и через год перенес мощи друга в город Канониоты.